Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, что же с ним происходит, чего от него ожидать, какие события реализуются. Соответственно, затронем с вами паттерн удар и бег, и поговорим про карту ликвидации. К сожалению, тут немножечко приболел, поэтому советую всем пить чай с лимоном и не нервничать. Итак, давайте начнем с того, что прямо в момент записи видео мы видим, как интересно биткоин совершает импульсы, совершает рывки, дошел до 28 тысяч. И в принципе, что вообще происходит? И давайте ответим на этот вопрос. Когда мы добрались до отметки 28,580, мы с вами пошли вниз. Добрались до отметки 27,160. Соответственно, пробитый уровень, важный уровень, первый, мы подчеркиваем, о нем говорили. Соответственно, нужно протестировать пробитый уровень. В этой связи цена направилась в ретест пробитого уровня. К сожалению, я бы даже сказал. Почему к сожалению? Потому что, по моему мнению, вы его знаете, я его транслировал в предыдущих видео, то я считаю, что цена должна все же прийти вот в этот блочок. 26,950-26,700. Я по-прежнему так считаю. Поэтому план на октябрь по-прежнему остается таким, каким я его обрисовывал. Единственное, мы сегодня скажем о целях, потому что эти цели мы в том числе называли в качестве октябрьской стратегии. И эти цели были 28,700 и даже 29. Так вот, если все-таки цена будет стремиться реализовать именно эти цели, то что тогда? Тогда вот эта цель будет однозначно нивелирована. Все, вот этого закола уже не будет. Вы знаете, что буквально 29 сентября мы с вами начали изучать ситуацию, развивающуюся с гистограммой. Продолжили 3 октября, в том числе и в видео. Так вот, давайте предметно. Соответственно, наша гистограмма на текущий момент времени имела два витка. То есть это уже, как я сговорил в прошлом видео, это аномалия. И сотворить еще третий виток, это дальнейшая аномалия, которая идет в разрез с техникой. В рамках однодневного таймфрейма, подчеркиваю. Ключевое, важное условие для того, чтобы у нас по паттерну удар и бег все реализовывалось достаточно успешно и хорошо, нам с вами необходимо, еще раз, необходимо пробиваться выше 760 горизонтали. В таком случае мы с вами нивелируем все возможные надвигающиеся дивергенции и, соответственно, этот пробой по паттерну удар и бег будет тогда положительным и успешным. И все вот эти потенциалы, которые мы рассматривали с вами, должны будут реализовываться. И первый этот потенциал 29 тысяч. Также мы сравнивали поведение гистограммы с тем поведением, которое было июль-август 22 года. Здесь было 5 витков. Из них точно так же было понижающиеся витки и только третий был с перебоем. То есть понижающийся второй виток и третий перебой. То есть 760 горизонталь можно пробивать. Именно этот вопрос я поднимал в видео, которое было 3 октября. Я достаточно скрупулезно показывал, рассказывал от одного таймфрейма до недельного. Показывал вам схожесть и в то же время разницу, чем отличается это событие от этого. И предметно мы это все рассматривали. Вот видео можно все изучить. Действительно, гистограмма пошла на третий аномальный виток. По крайней мере мы это видим сейчас. Если силы перебивать 760 горизонталь. Опять же, то, о чем мы писали в телеграм-канале. Кстати, обязательно подписывайтесь. И то, что мы показывали в предыдущих сериях. Соответственно, это RSI. Индекс относительной силы. Однодневный таймфрейм. А конкретней, зона перекупленности. Мы из перекупленности пришли в тотальную перепроданность. И в перекупленности даже локальной на стандартном индюке мы еще не были. Но опять же, напомню видео, которое было предыдущее. Мы также разбирали вот этот момент. Что есть определенного рода ограничения. Так как они исходят из гистограммы. И с моей точки зрения, было идеально. Помните, как я показывал в видео, что мы должны были бы дойти до вот этой наклоночки. И тогда отскочить от нее. А для этого необходимо было, чтобы четырех... А для этого нужно было, чтобы четырехчатый таймфрейм из тотальной перекупленности пришел в перепроданность. И тогда было бы все идеально. Была бы суперская коррекция. Но цена, как вы видите, от 50 горизонтали разворачивается. И вот о чем мы говорили. 2 октября в видео, да, мы говорили, что вот это движение по четырехчатому таймфрейму может быть, соответственно, либо дивергенция, либо движение вверх без перехая и движение вниз. Соответственно, если четырехчатый таймфрейм планирует подняться, да, до текущей, при этом перебить текущую цену, то есть вот эту, тогда мы сформируем с вами дивергенцию, расхождение. Но пока этого нет. Как было сказано в этом фрагменте, в этом же видео, может быть все и обычно, и просто. Отскок и дальнейшее движение вниз, что в свою очередь действительно приведет цену к наклонке. А четырехчасовый таймфрейм перезагрузку. Это было бы максимально идеально. Потому что, еще раз, я действительно верю в свою стратегию на октябрь. Еще и с той точки зрения, что если мы взглянем на карту ликвидации, которая, подчеркнем, это из разряда интересно. Не нужно ей слепо следовать и верить. Но мы видим, что сумасшедшее количество ликвидаций собрано ланговых. С левой стороны, какие же мы зоны проповедуем? 26,950, как видим, здесь действительно есть этот зазор. И, соответственно, 26,700. Так, так, вот это все дело есть, вот с этой огромной башней. И, учитывая нижнюю составляющую важнейших месячных зон поддержки, 26,200. Вот мы и получаем нижнюю часть всего этого марлезонского балета. Поэтому, лично у меня иллюзии по поводу того, что, ребята, летим вверх, давайте, залетайте. Нет. Первое, карта ликвидации. Второе, стратегия на месяц, которая была еще показана без многих известных факторов 29 сентября. И, естественно, учитывая четырехчатый таймфрейм, который был в тотальной перекупленности. И ему действительно дорога любыми тернистыми путями, но в перепроданность. Поэтому, рано или поздно, мы там будем. Единственное, о чем мы сказали и вот сейчас вот отошли, еще раз, дневной таймфрейм, не был в перекупленности. Но, еще раз, учитывая ту позицию, которая находилась гистограмма при росте, июль-август 22-го, и сравнивая его с нашим положением дел сентябреом. То есть, пока мы не перебили 760, нельзя сейчас вообще говорить о каком-то гармоничном нормальном росте, направленном на достижение целей 28-729. Аналоги RSI были в зоне перекупленности, но не тотально. Точно так же и другой аналог RSI был в тотальной перекупленности, и, соответственно, совершает второй виток. И, действительно, движение вот этой точки всегда в перепроданность. Плюс, значит, с ограничением выступает обычная машечка, двухсоточка, сопротивление. Тогда вопрос, откуда вообще, в принципе, такой рост? Во-первых, интерес очень сильно проснулся у китов. Индекс китов за длительное время неожиданно оживился. Просто колоссальные движения мы получаем. Вот они, посмотрите, киты оживились. То есть, спотовые торговли пошли за счет китов. Вот они, спотовые покупки, в том числе фьючерсная торговля. Вот она, есть небольшое оживление. И еще раз, то есть, аналоги уже были в перекупленности, а стандартный RSI еще не был. И напомню то, о чем мы говорили в предыдущих видео. Вот та ситуация, июль-август, как вел себя иеросоек, он не доходил до перехоев. Почему? Потому что все тот же аналог, в том числе, достигал вершин. Раз, и, соответственно, два. Но, это были не те максималки, которые мы имеем уже даже сейчас. И учитывая ту карту ликвидации, и учитывая ту составляющую техническую, еще раз, у меня иллюзий нет. Но я, как всегда говорю, я буду очень рад ошибиться. Потому что вы меня знаете. Все мои краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные идеи. Кстати, если вам очень интересно узнать поподробнее про эти вопросы, то просто посмотрите предыдущее видео. Вот оно, 3 октября, на 12.21 мы касались этого момента. И гораздо больше информации и аналитики я даю в своем закрытом, бесплатном реферальном чате. Обязательно попасть сюда абсолютно легко. Просто торговать на бирже в библи. А здесь много чего интересного. Эксклюзивный контент, видео, стратегии, аналитики и прочее, прочее. Так вот, если поговорим еще с вами про паттерн удар и бег, еще дополнительно, то вы помните, вот я обозначил 26.950. Это первичная зона, где я ожидаю цены, и идеальнее было бы ей туда прийти. Вот она, 26.950. И это опять же все коррелируется, потому что мы с вами параллельно смотрим удачный удар и бег, и соответственно неудачный. Но, как вы уже понимаете, и я говорил в самом начале месяца, я ставлю на лонговой сценарий. Что все-таки в октябре месяце мы должны будем достичь района 30 тысяч плюс-минус. Вот мы и узнаем. К слову, о претесте 27.518, о котором мы говорили, мы действительно сходили его протестировали. Более того, мы протестировали 0.382 по Fibonacci, что лежит в одной плоскости. Или, в том числе, мы протестировали идеально точку пробоя. Точка пробоя это одно, а вот все-таки важнейшие зоны поддержки или сопротивления на месяц, это совершенно разные вещи. Поэтому еще раз, иллюзий по поводу лонгов у меня нет. От текущих тузымуна я не ждал и не жду. Это все россказни бабки Тамары. Максимум, что я жду в этом месяце, это 29-30 тысяч долларов за биткоин. Мне не важно, когда это настанет и при каких обстоятельствах. Это цели на этот месяц. И самое главное сейчас следить за поведением гистограммы. Если она пробивает 760 и крепится днем, все замечательно. Значит, с высоченной долей вероятности мы с вами получаем успешный пробой. Потому что мы здесь имеем действительно очень серьезную ловушку. И без 100 грамм бургундского красного тут точно не разобраться. Потому что, казалось бы, перекупленность должна быть, но на аналогах она была. Поэтому здесь сил еще может не хватить за счет 4-х четвертного фрейма, который тащит камнем вниз. И зная похожую ситуацию, фрактальная, но не по циклу, мы имели и имеем еще раз июль-август. Вот с этим и живем, друзья. Еще раз хочу подчеркнуть, очень здорово, что все-таки индекс китов проснулся. То есть, киты сильно заинтересовались сейчас биточком. А где они были раньше? А я не знаю. Что касается темы с объемами, они не жалуют нас сейчас успехом. Потому что объем, например, за 4 октября гораздо ниже, чем был объем за 1 октября. Да, безусловно, снижение. И при этом продажи абсолютно минимальные. Поэтому тут тоже надо следить. Если вдруг идет перехаек, да, 28,729, неожиданно тут резко. Нужно смотреть, при каких объемах. И главное их превышать. То есть, превышать вот эти столбцы. Если не превышаем, все очевидно. В дивергенции и вперед, здравствуй, 27-26,700 и ниже. Поэтому я не в той весовой категории, чтобы хлопать в ладоши и кайфовать от таких рост. Да, интересно. Но я уже повторюсь в тысячный раз. То месяц я говорил, 2-6 месяцев я жду еще глобальный боковик. А настанет ноябрь, будем с вами делать промежуточный итог. Глобальный боковик, напомню, 24,700-32,000. Кстати, о нем я писал вот здесь, вот в Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь и подписывайтесь в свою семью. Кстати, если хотите узнать, что такое биткоин или показать, рассказать своим друзьям, родителям, братьям, младшим, сестрам, то обязательно покажите им вот это видео, которое вышло 12 дней назад, 23 сентября, что такое биткоин. Здесь с достаточно простым детским языком рассказывайте, что такое биткоин. Обязательно поглядите, если вы это еще не сделали. Ну а на сегодня все. Все цели поставлены. Ждем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает алгоритму Ютуба продвигать это видео. Также вступайте в социальные сети ТикТок, Телеграм, Твиттер. И помните, что инвестор в ресторане делит чек пополам. Долгосрочный инвестор высчитывает в чеке, сколько грамм выпил и съел он. Хороший трейдер в ресторане платит за всех сам, а плохой трейдер в ресторан не ходит, потому что он бегает по друзьям, просит денег усредниться. Если вы сейчас сидите не в ресторане, напрашивается вопрос, а где вы бегаете? Конечно же, по девчонкам. Всем добра, увидимся.